И всем привет, ребят, с вами Старвайк, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, давно у нас не было видосов игровой тематики, если вам они нравятся и вы хотите видеть их чаще, чтобы у нас не выходили видосы по всяким ралли танкарам, а именно игровая тематика, именно жесткий плотный контентичек, то проявляйте максимальную активность на данный видеоролик, подписывайтесь на канал. Если вы еще вдруг не подписаны, ну и также не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллионов салф на 20 тысяч танкоинов, для этого срокеры в аккаунте, если у вас личный такток темп, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форум, которая есть в описании. Что же касаемо нашего сегодняшнего игрового видеоматериальчика, то сегодня я бы хотел выкатить лютейшую комбинацию в виде ареса Громчика, Громчика на дальность. Давным-давно я не играл на таких комбинациях, да и в принципе давно не играл, многие ребята уже начали говорить, что мол, у тебя там все в прочерках, я говорю, да контентик вроде плотненький, то записывается, просто игрового контентика не было. Поэтому если вы хотите, чтобы в этой ситуации справилась, как я уже сказал, максимальная активность на данный видос даст мне понять, что игровой контентик нужен прямо сейчас, нужен игровой контентик. Но если активности нету, ну значит и игрового контента тоже не будет, соответственно все работает максимально просто. Так, первая карта меня запикивала на пустыню, штурм за деф, в принципе если бы меня закинуло в штурм за атаку, я бы эту катку сыграл, но за деф на Громе на дальность как будто бы возможности реализации крайне мало. Арес у нас теперь работает супер круто по своей удишке, все работает просто превосходно и остается лишь только что? Остается лишь только давать хорошие овердрайвы, которые будут срабатывать по оппонентам, ну и в рамках именно этого боя нам надо стараться попадать. Чем больше я буду попадать, тем больше будет возможностей у меня на реализейшн своей комбинейшн. Так что пробуем давать плотненькую накидочку. Так, противники, я так понимаю, а не, есть еще противники, я уже думал противников уже нету. Так, лучшая пушка игры Тесла, я смотрю тут, накидочки уже происходит. Так, 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 ну пробуем что-то, пробуем что-то накидывать, пробуем, пробуем, посмотрим, что у нас получится. Так, ой-ой-ой, главное не упасть. Главное не упасть, блин, ну что-то еще пока что попадать умею. Что-то еще пока попадалово работает. Ну так, с переменным успехом, конечно, что-то получается. Так, пробуем накидочку еще сюда сделать, хорошенькую. Так, у нас тиммейты что-то как-то под увоз не играют. Можно было бы уже под увозинг сыграть. Эй-эй, пушище какой-то тут приехал, жесткий. Так, можно было бы и под увозик сыграть. Там викинг какой-то жесткий. Здесь можно с плэшиком поработать. Так, ну у меня под овердрайв вообще можно сделать игру жесткую. Под оудишку можно игру жесткую сделать, если кто-то из тиммейтов сыграет. Под увоз. Ну, то я могу как раз под него и подраздать оверку. И, конечно, он сыграет. Вопрос только в этом. Так, надо, чтобы кокрейдер пикнул. И это, да? Это какая-то жесткая. И по троим сплэшик вкусный. Ой, хорошо, по четверым сплэшик вкусный. Блин, ну громчик на дальность до сих пор, я смотрю, в порядке. Резов тоже от него особо никто не использует. Соответственно, показывать он может суперрезультат. Да-то это кто такой? Откуда у него ветеран? Это ветеран же? Или не ветеран? Это чел с ветераном? Кто это такой? Первый раз никнейм вижу, если честно. Откуда таких игроков ветераны? И я не в кусте. Ну, ладно. Важно. Так, ладно. Пробуем накидочку какую-то делать, ребятчики. Пробуем что-то набрасывать. Пробуем что-то накидывать. Что-то, что-то сюда еще. Так, итого у меня 9 киллов пока что. 9 киллов за 2 минуты. Да? За 3 минуты боя. Пока что это, конечно, много. Но и в целом... Подставляются вообще. В целом не так плохо. Так, вот. Появляется мой замечательный овердайв. Можно дать игру. Можно дать жизни. Можно дать жизни. Давай, дружище, едь. Едь, делай, 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 делай. Ну что ж ты, дружище? Делай, говорю. Ну, делай. Ё-моё. Ладно, наш тиммейт делает. Наш тиммейт делает. А под тиммейта уже не сыграет Шарелла. Ладно, зато хоть чуть-чуть обрезалого. Чуть-чуть обрезалого противника есть. Вообще должен был этот викинг просто ехать. И я бы под него бы удишечку дал. И сработало бы все превосходно. Так, что-то я смотрю, резы от грома появляются. Флаг, 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 дружище, флаг, дружище! Ептить. Просто с нашего респа вернули флаг. Я представляю реакцию сейчас этого тиммейта. Нашего, который думает, боже, что это за крипы? Просто что это за крипови? А не тиммейты. У меня бы такая же реакция была бы, поэтому, в принципе, я не удивлен. Но это еще не боты, как говорится. Тут ботов что-то не подпикнуло. Тут еще боты были бы. А вообще супер-контентовая ситуация. Так, ну, что я могу сказать? По дистанции, по дистанции, вроде как, все в порядке у грома. По урончику тоже все в порядке. Громчик по безрезам смотрится прям круто. Да, ну, конечно, не супер старая имба, которая была у нас раньше, да, когда-то. Но, в целом, неплохо. А в целом, неплохую накидочку на сегодняшний момент времени давать можно. А вот еще меня слил. 15 на 2 счет. 7.50 до конца. Васпик попытка от Возинга. Попытка хорошего от Возинга, если честно. Что-то у нас по команде будет. Шарелла еще на страховочку. Это от оппонента Шарелла. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не успеваю ничего сделать. У нас только Тесловод остался. И там Смака. Борьба есть. Возврат. Походу нет. Да, походу нет. Это доставка. Ептить, это команда. Вот это я понимаю, командочка. Подождите, еще и шансик. И шансик. Ну, чел, уйди только. Давай, 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 урончика, урончика, урончика. Хорошо, хорошо. Борьбу, борьбу, борьбу. До конца борьбу. Борьбу до конца. Есть, есть, есть. Тесла, Тесла, Тесла. Бодрит, 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 бодрит. Ну, Тесла хорош, хорош. Соло как будто бы. Как будто бы соло. Ну, тут, как говорится, что мы флаг практически 100% не доставили. Что противник сейчас практически 100% не доставил. Пока обменялись супер моментами. Так, мой подрывник сработал. А там ВАЗ, по ВАЗПу надо скинуться. Скинуться, скинуться, скинуться надо. Урончик, 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 урончик. Ребятчики! Кабелла увозит у нас. Я не успеваю. Я не успеваю. Надо урон. Надо урон срочно. Срочно урон. Я не успеваю. Это доставка. Ептить. Кабелла. Я не успел просто Реализовать моментик И нам Привезли Супер легкий флаг Если честно, он, чел уже даже в чате горит Я бы, наверное, тоже сгорела бы Если бы я бы видел таких тиммейтов жестких Которые даже свой флаг Подсовить не могут Но это сильно Так, ладно Мы пока накидываем тихонько Мы же ТДМ плееры Поэтому у нас все, в принципе, нормально 0-1 не приговор Если еще бы Кто-то из тиммейтов сыграл бы Я бы Спокойно бы под него бы Оуди прожал бы Осталось только, чтобы кто-то сыграл Под него есть Хоть один тиммейт, который готов сыграть Под Оудишку Такие Ирочки Ну, в принципе, что-то есть Пробуем Пробуем Тесла Нет, Тесла Немножечко не понимает Видит и не понимает, что происходит Потому что не работало Спасибо за подблок от тиммейта Шикарно Шикарный подблочок от тиммейта Как раз, чтобы я побольше Получил урона Так, там у нас Ареса шафт уже у противника появляется Срезом от грома Ну и 5 минут до конца боя У меня 21 килл Ну, в принципе, наверное Реализация моего вооружения Работает четко Я, как бы, свою комбинку Реализую Тут уже вопрос Того, что у нас происходит Дальше После моей реализации Так, моя, в принципе, комбинация Работает эффективно Четко По безрезам Так вообще Урончик залетает Суперплотный Ну, гаусса у меня на дальность нету Вот если бы у меня еще был бы гаусс на дальность То в целом, наверное, можно было бы Попробовать его еще реализовать Гауссик на дальность Что ты хочешь Ты хочешь от меня У меня огромная дальность Мне накидочку надо делать А вот вам, ребятки Надо увозинга давать Вам надо что-то дергать Пока я работаю Если бы кто-то бы А тачку делал По дудишки вкусные То, может, что-то бы и получилось Так Чтобы ничего не получается Такая заморозка, как всегда На плотные накидочки Так Ну, не хочется мне аптечку здесь прожимать Ну, ладно Пожмем Крусейдер какой-то прилетел Сосули, Андрик Так Ну и самое, конечно, противное Против грома на дальность Да и против любой такой комбинации На которой ты вдалеке стоишь Это какие-то изиды И шафты с лечением Это вообще просто Самое Противное и мерзкое, что может быть Впрочем С чего вообще неприятно играть Когда ты Пытаешься там накидать Какой-то урончик хороший А тебе просто Стоит чел На изиде у противников И выхиливает Полное хп Конечно, очень Ну, или вот такой Орешет шафт Время Так, два противника У нас сверху играют Но Что я могу сделать В данной ситуации Ничего хорошего И толкового Я сделать не могу Могу Слить только Харька Могу покидать По Оресу По Викингу По Крусейдеру По Васпику По всем могу покидать Могу жестко раздамажить Оппонентов Могу Постараться Засолить Так сказать Но у меня Девяносто процентов У меня сейчас будет Овердрайв Противник Весь стоит у себя На респе Просто Весь стоит у себя На респе И В целом Даже Ну, самая шикарная Была бы Удишка Это просто По респу По респу Овердрайв Это было бы Самое крутое Что можно было бы Здесь раздать Васпика Бомбочка Ну, я не знаю Ну, давайте Я просто жму Да и все Просто жму Да и все Верон не играют Так хоть Покиляю Оппонентов Что ли Хоть кого-то Что-то накиляю Какой-то Дополнительный Дэмэдж Для своих очков Ну, это получается Чисто ТДМ Чисто Плотная ТДМ Гром В порядке Мэйт Чуть только Подблочил Улетел Другалек Вниз Гром Чисто В порядке Работает Эффективно Четко Единственное Только Неприятно Когда Против Есть Ареса Шафт Который Хилит Суих Тиммейтов Это Неприятная Тема В принципе Работает Супер Круто Четко Эффективно И по Дамажечке И по Килочкам И по Очкам Ну и Конечно Ареса Шар Это просто Нечто Это Прям Знаете Когда ты Последнее Время Играл На Аресе Который Шар Дает Просто Как мясо Мясо Беспонтовое Ой Улетел Чуть Разложился Как мясо Которое Бесполезное Абсолютно Да То есть Когда У тебя там Шар Срабатывает Через 40 лет Ну и Всякая Такая Тема Которая Ну вообще Просто Ни о чем И потом Возвращают Прежнюю Силу Этому Шару И он Начинает Работать Прям Супер Эффективно Как раньше Это Прям Мое Уважение Мое Уважение Этому Корпусу Но Но не Тем Кто до Этого Его сломал Как-то Так Так 37 Киллов Но в целом Очень Хороший Результат Я считаю Что за Такую Катку Дать Сороковочку В целом Неплохо Ну понятное дело Что раньше Там гром на дальность Мог давать И 60 И 70 И 80 Киллов А когда-то Даже и 100 Но При текущей Мете На сегодняшний Момент Времени Я считаю Что даже 37 Киллов За такую Катку Это Отличный Результат Пишите Что вы думаете По поводу Данной комбинации Пишите Возможно У вас есть Еще какие-то Комбинации Которые Вы бы Хотели Чтобы я Протестировал Ну и проявляйте Максимальную активность На данный видос Только лишь Ваша активность Продолжит Возможность Запись Игровых Видеоматериалов На основной Канал Поэтому Подписывайтесь на канал Поддержите видос лайком У меня друзья На этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok